МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы в городе Сокровищ. Говорят, здесь можно разбогатеть. Изумруды валяются под ногами. Что происходит? Куда все бегут? Мы начинаем грандиозную экспедицию в поисках сокровищ. Настоящая изумрудная лихорадка 21 века. К самым далеким и недоступным уголкам Колумбии. Бездорожье! В регион несмертных богатств. Где-то 120 миллионов. Ого! За которые мафиози ведут кровавые войны. Сколько людей вы убили? Не знаю. Не могу посчитать. Мы узнаем, насколько жестокими могут быть битвы за драгоценные камни. С самолета что-то бросили, похожее на бомбу. Оказалось, что это был человек. Отправимся в секретную штаб-квартиру изумрудных баронов. Говорят, здесь в стенах спрятаны изумруды и оружие. И в самое сердце войн за драгоценности. Ой, ёлки-палки. Не стрелять! Опасное и захватывающее путешествие в регион, где мечта превращается в одержимость. Я жду этот камень. Я его вижу. Он мне снится. Одна-единственная находка навсегда меняет жизнь. Мой капитал – около миллиона долларов. И это все благодаря изумруду. Нас ждут сложные. Азартные. Я нашел. Вот он. И незабываемые приключения в городе Сокровищ Муза. В 200 километрах от Боготы, столицы Колумбии, в гористой местности Восточной Кальдильеры, есть земля неисчерпаемых багатств, где добывают самые дорогие изумруды на земле. Путь к ним лежит мимо живописных скал Фура и Тена. По легенде, все изумруды Муза – это слезы девушки Фуры, которая не смогла сохранить верность возлюбленному, потеряла божественный дар бессмертия и вместе с любимым Теной превратилась в скалу. В честь героев легенды названы одни из самых больших изумрудов на земле. Тена весом 2000 карат – это почти килограмм. И Фура – 11 тысяч карат, что больше двух килограммов и стоимостью более 150 миллионов долларов. Путь к приискам, где добывают изумруды-гиганты, сложные и опасные. Бездорожье! Даже местные водители периодически слетают здесь в обрывы. Дорог тут нет, не просто так. Изумрудные бароны десятилетиями держат прибыльные места подальше от посторонних глаз. Особенно от глаз правительства. Дальше без помощи Саши наша машина ехать отказывается. А зачем ее сюда толкать? Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, не дай ей расскользиться. Все-все-все, я вырвел колесо. Спустя несколько часов сложнейшей дороги нам удается добраться в окрестности изумрудной столицы Колумбии. На въезде нас встречает очень необычное зрелище. Ограждение с колючей проволокой, вооруженная охрана, тысячи людей с невероятным азартом в глазах. Все пришли сюда с надеждой на чудо. У каждого сегодня есть реальный шанс стать миллионером. Но очень необычным способом. Три, два, один. Дорогие друзья, мы в городе Сокровищ. Говорят, здесь можно разбогатеть. И изумруды валяются под ногами. Что происходит? Куда все бегут? Посмотрите, люди набрасываются на породу и начинают ее собирать. Запихивают в мешок. Я на всякий случай тоже взял с собой. Мы сейчас будем разбираться, что же здесь происходит. Мы с вами попали на так называемую Баладору. Шанс, который жители окрестностей Музы не упускают никогда. Здравствуйте, девушки. Что вы делаете, рассказывайте. Мы надеемся найти здесь изумруды. Давайте я вам помогу. Вместе давайте набирать. Что-то ты не похож на искателя изумрудов. Иди сюда. Теперь похож. Конечно. Собирать породу в мешки. Казалось бы, какой-то абсурд. Но только не здесь, только не в городе Муза. Не в городе, где до сих пор продолжается изумрудная лихорадка. Эти земли невероятно богаты изумрудами. Добыча ведется в сотнях шагов. В окрестностях Муза живет около 9 тысяч человек. И раз в месяц происходит знаменитая здесь Баладора. Когда владельцы самых крупных пессорождений передают отработанную породу людям. В ней можно обнаружить небольшие камушки, которые не заметили шахтеры. А может затесаться и большой. Тот изумруд, который способен полностью перевернуть жизнь человека. В этой породе может быть камень, который стоит 10 тысяч долларов. И можно сказочно разбогатеть, просто собрав мешок вот этой земли. Мы тоже попытаем удачу. Вот. В богате мы с вами видели, как дорого могут стоить даже самые небольшие камушки. Тут камней на 70 тысяч долларов. Кто знает, возможно в мой мешок уже попала крупненькая сумма. На это здесь надеется каждый. Люди с часы ночи занимают очередь, выстраиваются. Видите, даже выставили военных несколько кордонов, заборы. И потом люди сюда запускают небольшими группами. Обратите внимание, что все женщины, практически все, либо в головных уборах, либо волосы собраны. То есть распущенных волос нет. Потому что здесь иногда бывают драки. Женщины таскают друг друга за волосы. Долго ждать потасовки, к сожалению, не пришлось. Борьба идет буквально за каждую горь драгоценной земли. Изумруд может оказаться где угодно. Поэтому ставки высоки, а стычки неизбежны. Здесь делятся дни на мужские и женские. Те компании, которые занимаются в промышленных масштабах добычей изумрудов, в какие-то дни позволяют женщинам, в какие-то дни пускают мужчин. Опять же, всех вместе не пускают, чтобы не было потасовок. Сегодня мероприятие проведут сначала для женских групп, а потом и для мужчин. Нас на правах журналистов пустили понаблюдать за уникальным событием с самого начала. Следующая группа людей готовится выбегать. Видите, уже практически вся группа девушек, с которыми мы забегали вместе, с мешками пошли на берег. И вот, смотрите, военные начинают уже выводить первую группу женщин. Просят всех освободить это помещение. Каждый уносит столько, сколько может. Надо сказать, что женщины очень сильные. Такой мешок весит 50 и более килограммов. Поэтому зрелище, конечно, впечатляющее, но при этом грустное. И вот видите, те, кто не могут нести, просто катят по земле вот эти мешки туда, в сторону реки. Скорее, скорее. Потому что нести не могут. Очень тяжело. Управляются мы этим координаторы. Посмотрите, сколько вооруженных охранников. И, кстати, бывают случаи, что если люди начинают драться, их наказывают тем, что просто запрещают в этот день собирать порог. Судя по крикам, сейчас пойдет уже следующий заход. Перед забегом следующей группы грузовик привозит новую породу. Кстати, тот мешок, который я приготовил для себя, и в него начал набирать породу, уже кто-то унес. Только я отвернулся, сразу мешок уже ушел. Здесь нужно держать ухо во срок. Несколько еще и группа побежала. Собирать изумруды. На этот раз сквозь ограждения прорвалось много мужчин. Организаторы приняли решение не оттеснять их, чтобы не создавать еще больше хаоса и напряжения. Но в случае потасовки вооруженная охрана тут же вмешается. Вот как выглядит настоящая изумрудная лихорадка 21 века. Раньше была золотая лихорадка, она осталась только в фильмах и книгах, но изумрудная лихорадка существует. И вот теперь начинается действительно настоящая битва. Битва за изумруды. Теперь каждый за себя. Обратите внимание на азарт, с которым все эти люди набивают породу в мешки. Вот сейчас уже все. Женское время закончилось. Здесь и мужчины, и женщины. Посмотрите, сотни людей. И все надеются сегодня разбогатеть. Все надеются сорвать джекпот. Все надеются обнаружить в мешке изумруд, который изменит их жизнь. Всех этих людей в народе называют гуакера. Свободные добытчики изумрудов. Они ищут камни в породе, которые уже осмотрели, промыли и выбросили большие предприятия. Гуакера работают исключительно на себя. И в отличие от работников шахт, своими изумрудами они ни с кем не обязаны делиться. Профессия гуакера невероятно азартная. Побывать в музее и не испытать ее было бы преступлением. Так что прошу одолжить мешок и тоже берусь за дело. Смотрите, голыми руками все собирают. И сложно поверить, что в моих руках не земля, а драгоценная порода, в которой вполне вот прямо сейчас может быть настоящее состояние. Например, камень в несколько каратов, который будет стоить несколько тысяч долларов. И мы проверим удачу, друзья. Один мешок у нас уже сперли. Я отвернулся, пошел рассказывать и мешок исчез. Теперь я уже свой мешок отпускать не буду, потому что иначе останусь ни с чем. Девушка, как вас зовут? Нельби. Какой самый большой камень вы находили в своей жизни? Три карата. Почем продан был? Пять миллионов. Ох, это больше тысячи долларов. Скажите, пожалуйста, о чем вы мечтаете? Вот если вы найдете камень очень дорогой, что вы хотели купить? Купить дом. Дом, конечно. Дом. А вы что купите, если найдете камень мечты? Тоже дом. Дом, да? То есть все мечтают о своем жилье, во всем мире. И такой шанс вот эта ситуация дает. Уникальное мероприятие, равного которому не увидишь больше нигде в мире. Периодически начинают ссориться люди. Видите, люди, которые смогли набрать больше одного мешка, садятся на них, потому что просто мешки уносят. И вот женщина села сразу на три мешка и контролирует их. И, как видите, уже все, практически не осталось породы, заканчивается. Девчонки, доброе утро! Бой нас здесь! Как настрой? На победу? Конечно! Вы верите в то, что здесь можно действительно найти очень большой камень? Мои знакомые рассказывали, что находили за 200-300 миллионов. 300 миллионов, друзья! Фантастические деньги, представляете? О! Ух ты! Изумрудь. Вот, смотрите, нашли! Видите, разбили молотком и здесь есть изумруд. Это то, что упустили большие корпорации. То есть, этот камень не усмотрели, упустили. И он попал в отходы. И вот, собственно, в отходах люди находят богатство. И вот еще откололся отсюда, смотрите. Держите, ваше богатство. Это недорогой изумруд. Он не темный. За сколько вы такое продадите? Это мне? Да, подарок тебе. Спасибо. Как вас зовут? Джерси. Джефферсон. А вас? Рафаэль. Скажите, в вашей жизни какие камни были самыми большими и дорогими? Пока больших не находили. Максимум 2 карата, 3 карата. А 2-3 карата по чем вы продавали? За 3 миллиона продали. Скажите, а вот здесь же ходят легенды, слухи, город-то живет этим уродами? Вот какие здесь рекорды есть? Камень за 600 миллионов. 600 миллионов песо, представляете? Вот во время такого же мероприятия. Больше 150 тысяч долларов. Фантастика. Это все удача. Смотри, я набрала 5 мешков. И надеюсь на благословение бога. Вот этот мешок оставится пруд, да? Конечно. Еще как. У меня уже один украли. Мы уже в курсе, что у тебя украли. Однажды у меня тут мобильник стащили. Поэтому я теперь сюда хожу только с этим. А, то есть специально сюда берут дешевый мобильник, чтобы не сперли. Скажите, а вы благодарны компаниям большим за то, что они дают людям такой шанс и отдают свои отходы производства? Да, но мы считаем несправедливым, что они забирают основное, а нам сбрасывают совсем-совсем остатки. Если бы они больше думали о людях, то не промывали бы породу по три раза. И простые люди получили бы гораздо больше изумрудов. Передай большим компаниям, пусть нам больше изумрудов в породе оставляют. Но, конечно, есть и люди, чья жизнь перевернулась за один день. Именно поэтому такой ажиотаж все надеются на чудо. Да, изумруд – волшебный камень. Его находит тот, кому предначертано судьбой. То есть, если камень ваш, то он вас найдет, а не вы его. Да. Мой камень меня нашел. Где ты живешь? В Украине. Знаешь, где Украина? В Европе. У вас развитая страна. Про Украину знают даже изумрудодобытчики из Колумбии. Знают, что это развитая страна в Европе. Глаз. Добро пожаловать в Колумбию, в музо. И в ВУКРАНИЯ! Спасибо! Что? Держите, это вам в подарок. Здравствуйте. А вы как-то неприлично чистые для этого места. Вы что здесь делаете? Я не ищу здесь камни, я покупаю. А, вот теперь начинаем разбираться. Люди собирают, моют и находят камни. А сюда приходят в чистой одежде, с чистыми руками дилеры. И выкупают камни. За что вы мне подарили камень? На память. Спасибо большое. А сколько такой стоит? 30 тысяч, но тебе бесплатно. Спасибо большое. Видите, прямо здесь происходит бизнес, и мы находимся у первого источника. То есть здесь камни самые-самые дешевые. В Боготе, буквально в двух сотнях километров отсюда, их продают уже гораздо дороже. Несколько дилеров и перекупщиков успевают заработать на изумруде, прежде чем он попадет к своему окончательному покупателю. От всех этих сделок гуакера получат лишь крохи. Боже, какие молодые девчонки здесь работают. Девушка, здравствуйте. Как вас зовут? Дженси. Дженси, а это ваш муж? Мой парень. Здравствуйте, молодой человек. Как зовут вас? Снайдер. Снайдер. Вы уже находили здесь драгоценные камни? Недавно нашел. Самая дорогая находка какая была? Пять миллионов. Ого, слушайте, больше тысячи долларов. Что вы купили себе на эти деньги? Еду и одежду. Боже, такой хрупкой девочке на спину, такой мешок. А можно я ваш мешок понесу? Вы что, такая хрупкая девушка? Молодой человек, я вам хочу сделать замечание. Как можно позволить своей такой красивой, хрупкой, молоденькой девушке нести тяжелый мешок? Ну что вы? Я ничего не разрешал. Она сама так решила. Вы часто такое тяжелое носите? Потому что килограммов 20-30. Да. Сегодня вы отдыхаете, я несу, а вы меня учите добывать изумруды. А если находим, то все делим. Знаете, как делим? Все забираете вы. Только помогите мне мой мешок забрать. Запишите, пожалуйста. Я намеренно взял немного, потому что я и не имею никакого права забирать камни у этих людей. Вообще, даже если я здесь что-то найду, я обязательно подарю это местным жителям. Побрай мне шляпу, Саня. Держите шляпу. Раз, два, три. И второй, второй давайте. Да уж, из журналистов в Гуакиро так быстро не переквалифицируешься. Я пока не отличаюсь особой профессиональностью. Майкл Джаксон, Майкл Джаксон. Ну что, пошли. Ой, господи, опять срываются. О! Саня, возьми шляпу. Девчонки, что же вы такое тяжелое это скажете? Мне больно смотреть даже, что вы поднимаете это. На плечо, сюда, на плечо. О, вот так нормально. А вот и ваш муж, да, идем. Я несу два маленьких мешка на самом деле. Они очень тяжелые. Я не представляю, как такая хрупкая девчонка собиралась нести это сама. Ух, вот это вера в мечту, друзья, называется. Сильнейшая вера. Люди, которые настолько верят, что готовы всю жизнь посвятить такой тяжелой работе, чтобы однажды разбогатеть. Все эти мешки мы несем уже к реке, чтобы промыть породу и узнать, улыбнулась ли удача. Ух, как они это тащат. Опа! Спасибо. Я Джинси помог донести мешок, а Джинси мне поможет разобраться с моим мешком и проверить, есть изумруды или нет. В таких сетках мы моем породу. Вот это то, что я собрал. Повторюсь, сделал это символически. Теперь берем. Такой движняк везде все моют. Заходим в воду и моем. Сначала я приподнимаю, потом ты. Вот в такой момент определяется удача. На солнце камни блестят, и их можно увидеть. И вот так вот, собственно, проходит вся жизнь этих людей в городке Муза и в окрестностях. Они каждый день моют горную породу, пытаясь найти камень. На ней это чудо. Все? Промыли, что делаем дальше? Теперь нужно перебирать землю и искать сверкающие частички зеленого цвета. Сначала выбрасываем большие куски, но перед этим их нужно внимательно осмотреть, проверить. Я нашел, есть. Вот, смотрите, друзья. Мой первый изумруд. Вот он. Плачу я не от того, что я нашел изумруд. Просто в глаза попала порода, поэтому текут слезы, но это совпало с изумрудом. Скажите, а сколько здесь карат? Он ничего не стоит. Как это ничего не стоит? Нас бы этот изумруд поставили в крестик, в кулон, красиво подсветили на витрине и продавали бы очень дорого. Для меня это очень знаковый камень и, скажу честно, я счастлив. Я получил подтверждение, что действительно в каждом мешке что-то есть. Да, у меня маленький изумруд, но, тем не менее, он есть. Класс. Смотрим дальше. О, еще. Смотрите, еще один. Немало таких крохотных. Он слишком маленький, чтобы быть ценным. А что вы с таким делаете, если находите такой маленький? Если собрать таких много, то можно будет все вместе продать. Как рис. Мелкие изумруды продают как рис, на развес. Вот еще. То же, то, что здесь называют рисом, который продается на развес. Держите. Тем временем у реки бурлит своя жизнь. Жизнь настоящих искателей сокровищ. Тысячи людей без преувеличения. Вот эти люди сразу организовывают точки продажи пива, газировки, чипсов. Потому что изумрудодобытчики в такую жару, конечно же, хотят. Или просто утолить жажду, или немножечко отдохнуть. Жарится мясо, какие-то лепешки. Люди пьют чича. Мы уже рассказывали вам, что чича – это и блюдо, и напиток. То есть всю ту юбку, которую мы переживали, смешав со своей слюной, и выплюнули в кастрюлю, теперь немытыми руками достают и разбавляют водой. И по традиции пьют все это из одной чаши. Пей, 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 говорят. Я не то, что могу, я должен. Я сам это плевал туда. О, не-не-не, я в Эквадоре пробовал, спасибо. Как видите, быть изумрудодобытчиком, быть гуакера – это не просто работа, это не просто надежда разбогатеть. Это еще и праздник – повосстретиться с друзьями, односельчанами, пообщаться, поболтать. Здесь у многих своя изумрудная история. Девушка, продающая напитки из грузовичка, яркий тому пример. Однажды мой сын играл с маленьким камнем. Он его бросал, подбегал, подбирал и бросал в другое место. Однажды камешек попал в яму. Сын засунул туда руку и думал, что достает свой камушек. Но вытащил камень с красивым, дорогим изумрудом. Этот камень изменил нашу жизнь. Ничего себе! Сколько вы смогли выручить за этот камень? 2 миллиона 600 тысяч песо. Это 700 долларов приблизительно. Как они изменили вашу жизнь? Очень сильно. Мы смогли покрыть свои долги и вложить деньги в бизнес. Теперь я продаю напитки. Вот, пожалуйста, друзья, живой пример того, как изумруды изменили жизнь. 700 долларов – это сравнительно немного. Находки здесь случаются куда более впечатляющие. О них мы с вами еще обязательно узнаем. Спасибо вам! Всего доброго! Спасибо! До свидания! Постепенно людей становится меньше. И я спешу к своим знакомым, чтобы узнать, улыбнулась ли им фортуна. Как успехи, шеф? И вот это вот, за весь день вы нашли только это? Да, это 50 тысяч максимум. А это реально продать за 50 тысяч? Кто-то у вас накупит за 50? Как уже получится. Ну, друзья, это подтверждает, какая тяжелая жизнь у тех, кто добывает изумруды. Возьмите. Спасибо! Я не знаю, что я с ними буду делать. Наверное, просто сохраню как память. Спасибо большое! Удачи вам! Обязательно найти камни своей мечты. И реализовать все свои мечты. Пока! Где-то к 11-12 часам дня все начинают расходиться. И сейчас можно пройти и посмотреть, какие результаты. Здравствуйте! Добрый день! Фортуна сегодня к вам богосклонна? Нет, пока ничего не нашли. Как вас зовут? Рузмерельда. А это ваш сын? Нет, просто работаем вместе. Как вас зовут? Марнум. А сколько мешков породы вы сегодня собрали? 6. И ничего не нашли? Нет, ничего. Видите, бывает такое. А когда-то в жизни уже удача улыбалась, находили дорогой камень? Находила маленькие, на пропитание, на 20 тысяч, 30 тысяч, 50 максимум. Сколько лет вы этим занимаетесь? 38 лет. То есть, друзья, гуакера – это профессия, это стиль жизни. Это человек, который живет исключительно за счет продажи изумрудов. Иногда нам везет, иногда не везет. Иногда мы приходим, трудимся, но возвращаемся с пустыми руками. Иногда нам не хватает даже на продукты и приходится голодать. Те, кому повезло найти камень, спешат продать его. Но отдать добычу перекупщикам на реке – не самый выгодный вариант. Чтобы вытаргивать побольше, гуакеры отправляются от реки в город Мулга. Вообще, атмосфера здесь царит просто какая-то невероятная. Эти старые машины 80-х, 90-х годов, люди в шляпах, которые только что вернулись к мест добычи. Такого больше не увидишь нигде. Повсюду идет торговля, люди рассматривают камни. Такое ощущение, что ты попал в какой-то художественный приключенческий фильм о золотой лихорадке. Еще 30 лет назад, прогуливаясь здесь по этим улицам, я бы подвергал себя смертельной опасности. Потому что Муза сотрясали изумрудные войны. В городе стреляли и убивали абсолютно каждый день. И казалось, что все воюют против всех. Но относительную стабильность в регионе помогали поддерживать два изумрудных барона. Хильберта Малина и Виктор Гаранза. Об этих персонажах мы еще не раз услышим в Муза. Именно им принадлежала власть в городке в те годы, когда государство здесь ничего не контролировало. А пока спешим проследить, куда попадают изумруды сразу после того, как их нашли. Кто-то очень дешево продает изумруды прямо на берегу реки. А кто-то приносит в центр города, чтобы уже подороже продать дилерам, которые работают здесь, в ювелирных магазинах. В одной из лавок города Муза нас встречает Пабло. Здравствуйте. Изумрудный дилер, огранщик и ювелир. Можно попросить вас показать ваши самые-самые лучшие богатства? Это для одного особенного клиента из богатых. Ого! Вот это да, друзья! Вот это богатство! А сколько стоит такой мешочек? Примерно 7-8 миллионов. Порядка 2000 долларов. Например, человек покупает за 2000 долларов вот такую кучу изумрудов. Что он потом с ней делает и сколько сможет заработать? Огранит и заработает в два раза больше. Во время огранки драгоценному камню придают форму, которая помогает выявить его максимальную игру и блеск. Изумруд – сравнительно хрупкий камень. И правильно огранить его не повредил. Дорогого стоит. Существует даже специальная изумрудная огранка с особенными скошенными углами, которые не скалываются. Изумруды с такой огранкой ценятся выше. После огранки камень может потерять в объеме, но вырасти в цене. Вот сахарок такой изумрудный, но уже видно, что они идеально ограненные, очень красивые, прозрачные. Два миллиона. Сколько стоит эта тарелка? 400 тысяч песо. Тарелочка за 100 баксов? Да, сеньор. Это потому, что в Муза как бы оптовая цена. Да, в Муза дешевле, чем в Богате. Не говоря уже о ценах изумрудов по всему миру. А если говорить о ваших коллегах и вообще о городе Муза? Самый дорогой камень, который продали. Слышал, что лет пять назад люди продали камни за 3, 5 и 10 миллиардов песо. Миллионы долларов. Слушайте, тут такие бабки лежат, извините, на столе. Тут несколько тысяч долларов. Как вы не боитесь? У вас ни охраны, ничего. Ну, как вам сказать? Ой, елки-палки, посмотрите. Обычный мужчина с совойской такой, простой сельский житель. Но это так, на всякий случай. У вас здесь ноги вооружены? Большинство. Мы друг друга охраняем. Оружие лучше на всякий случай держать. Вот такая она, друзья, изнанка жизни Муза. Ну, раз уже вы показали оружие, не могу не спросить про изумрудную войну. Изумрудные войны – это период с 70-х по 90-е годы прошлого века, когда мелкие кланы, крупные изумрудные бароны и наркомафия боролись за влияние в Муза. За эти годы, по разным оценкам, здесь было убито от двух до пяти тысяч человек. А городок и его окрестности превратились в настоящий ад. Вы застали эти времена? Да, это было ужасно. Бывает, выйдешь на улицу, а там перестрелка на 5-6 человек. Ты пытаешься спрятаться и даже не знаешь, из-за чего стреляют. Был случай, когда пришлось прятать детей в бак от воды, потому что перестрелка началась прямо возле дома. Все ходили как в вестернах, с оружием. Только тогда тебя уважали. Все, от мала до велика. Не важно, тебе 8 или 80. Например, тут мне 18. Вот вы с пистолетом уже? Конечно. То есть вы с 18 лет вооружены, да? Да, конечно. Кто кого и за что убивал? Мелкие кланы воевали за изумруды и территории. Но настоящая война разгорелась, когда в регион приехал партнер самого известного в мире наркобарона, Пабло Эскобара, Гонсало Родригес Гача. Он планировал взять Муза под контроль, чтобы добывать изумруды и с их помощью отмывать наркоденьги. А еще перевозить оружие и кокаин. И для этого хотел договориться с местными изумрудными баронами. Хильберто Малино и Виктором Каранзо. Но те дали отпор. За это Хильберто Малино убили. Именно с этого началась война между лагерем изумрудников и наркоторговцев. Царила страшная жестокость. Невозможно было безопасно перейти из одной деревни в другую. Государство здесь вообще ничего не контролировало. Был как-то случай. Люди играли в настольную игру. Я подошел посмотреть. Вдруг позади меня раздался выстрел. Я обернулся и увидел, что человеку попали прямо в голову. Но он умер не сразу. Он вытирал с лица рукой кровь и мозги. И вытирал руку о колено. Получается, человек сам себе взял мозги и вытерап штаны? Да. Я просто не верю в то, что слышу. После этого я три дня не мог прийти в себя. Как вы спасались в эти годы? То, что я сейчас жив, это чудо от Бога. Однажды на улице мне навстречу шли люди. Один из них уже потянулся за оружием, чтобы выстрелить в меня. Но в последний момент его напарник сказал, нет, 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 это не он. Мы обознались. Много невинных людей погибло в то время. И жертв могло быть еще больше. Но в войне произошел перелом. Каран заобъединился с армией Колумбии. И армия в конечном итоге убила Гачу. Какая реакция людей была? Вы бы только видели. Я был в тот момент на шахте. Все стали кричать, убили Гачу, убили Гачу. Народ очень радовался. Все стреляли в воздух. Звук был будто из сковородки, в которой готовят попкорн. Все радовались. Убили Гачу, убили Гачу. В 90-х Каран за выступил за заключение мира между кланами. Тогда удалось окончательно завершить войну. Кто это? Это Каран за. Это Каран за? Вы были так близко знакомы? Он купил у меня много изумрудов. Ничего себе. Вы посмотрите. Вы с Каран за в обнимку. Явно у вас на столе выпивка есть. У вас были крутейшие связи. Когда он приезжал, всегда спрашивал, где Пабло. Есть ли у него новые камни. Я приносил. Виктор покупал их по хорошей цене. И потом всегда звал вместе выпить. Он был строгим человеком. Любил, чтобы все всегда было сделано на совесть. Чтобы быть вхожим в Каранзе, не нужно было становиться частью клана. Достаточно было хорошо делать свою работу. После всего, что вы рассказали, я по-другому смотрю на изумруды. Это богатство муза или это проклятие? Изумруды – это кровавые камни. Но мне все равно очень нравятся. Это мой любимый камень. Вы всю жизнь в изумрудном бизнесе. Вы увидели все самые ключевые этапы и мирных времен, и войны. А когда было лучше? Раньше было лучше. Несмотря на то, сколько было насилия. В те кровавые времена люди вспоминают с ностальгией. Тогда на улицах стреляли. Но так или иначе, хорошие камни находили все. Сегодня кровопролитие в прошлом. Но Гуакера приносит в лавку Пабло куда более скромные находки. Здравствуйте. Как зовут? Пабло. Марта. Я слышал что-то «папа, папа». Я не понял. Это мой сын. Ваш сын? А вы у него покупаете? Да, именно. А почему? Почему нет семейных отношений, что все общее? Он сам зарабатывает на себя, на свою семью. Это вы сегодня добыли, да? Да. На Баладоре. Сколько хочешь за них? 120 тысяч. 35 долларов просят. Нет, за столько не куплю. За 60. Батя, молодец. В два раза сбил цену сразу. Но вот этот вот, посмотри, хороший. Он-то хороший, но за пределами бюджета. То есть ваш отец настолько жесткий, он всегда так поступает? Да. Возьму максимум за 90. Отходит, продаем. А почему вы спрашиваете у женщин? Мы вместе работаем. Это моя мама. Подождите, ваша мама, ваша жена? Мы развелись 18 лет назад. Это Колумбия, друзья. Закрываем сделку за 90 тысяч песок. Это чуть-чуть больше 20 долларов. Как для вас-то? Хороший заработок за день? Это мало. Хватит только на еду и чтобы заправить мопед, доехать на работу. Но я мечтаю найти камень хотя бы за 200 миллионов, чтобы изменить свою жизнь. Дай Бог вам, чтобы камень нашелся. А папа купил за 200 миллионов. Вы маме отдали 50, себе 40. Я всегда больше отдаю матери. Я извиняюсь, возможно, не совсем корректно для вас прозвучит вопрос, но он напрашивается. И у меня и у всех наших зрителей. Обидно, когда ты весь грязный, приходишь с маленькими камушками со всей добычей за день к родному отцу и торгуешься с ним. А у отца груды камней. Лучше уже отцу, чем перекупщикам. Интересно. Удивлен. Со своим скромным заработком Пабло и Марта возвращаются домой. В район Мата де Кафе. Совсем скоро мы отправимся туда, чтобы увидеть, как живут настоящие гуакера. А пока прощаемся с Пабло. Спасибо вам за встречу. И, конечно же, подарок. Ой, какая красота. Традиционная украинская вышибанка. Большое спасибо. Носите и вспоминайте нас. А можно сразу надеть. О, отлично смотрится. Спасибо. Я тоже хочу подарить тебе одно изделие. Оно недорогое, но очень личное. Это камень с историей. Я сам его нашел. Сейчас надену его на нитку. Спасибо огромное. Вы талисман удачи. Храни его. Спасибо большое. Память на всю жизнь. После того, как все камни проданы, сделки заключены, а в кармане появляется немного наличных, гуакера возвращаются по домам. В районы, которые выросли прямо возле изумрудных приисков. И где уже несколько десятилетий селятся охотники за драгоценными камнями. Мы с вами находимся в очень знаковом месте для всего региона. Вот Матаде-кафе, а вот Эль-Манго. Два изумрудных городка. Они появились здесь совсем не случайно. В 1996 году Колумбия экспортировала изумрудов на 450 миллионов долларов каждый год. 80-е и 90-е годы прошлого века стали золотой эрой в изумрудной добыче в этих местах. Тысячи добытчиков изумрудов каждый день работали здесь, а вечерами возвращались к себе домой в изумрудные городки, где хвастались находками, обсуждали рабочий день. Да, все это сложно назвать домами в изумрудном городе, потому что здесь такие избушки на курьих ножках, дома из шифера или досок, тогда они были вообще без электричества, без водопровода, но людей это не смущало. Они каждый день добывали изумруды, а потом хорошенько гуляли. Какая сегодня атмосфера в изумрудных городках, мы продолжаем изучать. Все очень бедно, очень скромно. А здесь фиеста. Заходишь, люди уже гуляют, отдыхают, пьют пиво. Бойна стартес! Добрый вечер, как ваши дела? Все, Бьен, все хорошо. Приятно познакомиться. Так, я вас долго беспокоить не буду, расскажите, кто сегодня нашел камни? Но вместо ответа мне предлагают пиво. Вот как заканчивается рабочий изумрудный день, непременно пивом. Это здесь просто как вода. И сейчас еще не темно, друзья, что начнется в темноте, мы вам покажем. Здесь такое каждый день. Мы гордимся, что мы родом из Муза, департамента бояка. За что вы больше всего любите Муза? За изумруды. Вообще, друзья, здесь сейчас серьезные разговоры вести уже бесполезно. Поздновато мы пришли, нужно раньше. Уже все под шофе. Я желаю вам и Муза процветания. Салют. 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 Удачи. Пока. Пока. Друзья, с первых метров вот такая атмосфера. Все пьют. Посмотрите, я обратил внимание на одну маленькую деталь. На покрытие земли. И это все пивные пробки. Такого я не видел больше нигде в мире, чтобы вместо брусчатки, вместо асфальта дорога была покрыта пивными пробками. Здесь тоже бар, тоже пьют. Пиво есть, значит, неплохо. Всего доброго. Добрый вечер. Граждане Гуакеровск, как ваши дела? Нашли сегодня что-нибудь? Вы приехали поработать Гуакера или чтобы купить камни? Вы журналисты. Тогда я дарю вам это, чтобы у вас остались хорошие воспоминания. В этой экспедиции мы проверяем, можно ли быстро разбогатеть в Колумбии. Что ж, пока изумрудами меня осыпают со всех сторон. Ай, потерялся один, упал. Представляете, мне вот так вот сходу подарили изумруды. Ай, я еще один изумруд уронил. Помогите найти, я третий уронил. Подождите, уберите собаку. Я потерял изумруды. Иди отсюда. Только здесь можно спокойно сказать, я потерял четыре изумруда. Вот один нашел. Второй нашел. Что я еще только не делал, друзья? Ну, изумруды не терял. Вот он, третий. Есть, все, все нашел. Спасибо вам огромное. Низкий поклон. Здравствуйте. Посмотрите на мои руки. Мозоли от работы. А эти мозоли оправдали себя? Вы нашли камень своей мечты? Нет, не нашел. Но верите, что найдете? Да, я мечтаю найти красивый камень, продать его и купить хороший, красивый дом подальше от муза. Извините, вас остановил, вы куда-то спешили. Судя по бумаге, вам пора. Ну и куда без неизменного атрибута жизни всех Гуакера. Раз я уже оказался в такой крутой компании Гуакерос. Расскажите, кто из вас нашел самый большой и самый дорогой камень? За шесть миллионов находил. То есть где-то до тысячи долларов, да? Ну, удалось, получив камень за тысячу долларов, как-то эти деньги превратить в бизнес какой-то или нет? На что потратили? На пиво. Здесь работаешь как осел. Очень тяжело. И это хорошо, если денег хватит пива выпить. Когда находишь камень за шесть миллионов песо, чаще всего просто рассчитываешься за долги, которые годами накапливались. Еще 30-40 лет назад Гуакера проматывали все изумрудные деньги на пиво и женщин. Ведь верили, что камни будут всегда. Возможно, сейчас жизнь этих людей выглядела бы иначе. Распорядись они деньгами по-другому. Но Гуакера не унывают. И продолжают тратить заработки так, как привыкли. Примерно так выглядит типичный вечер жителей изумрудных поселков Мата-де-Кафе и Эль-Манго. С наступлением темноты многие перебираются в город Муза. И там начинается настоящая жара. Из местных баров то и дело доносятся выстрелы. Звучит мугающе. Если только не знать, в чем на самом деле дело. Приготовьтесь удивляться в очередной раз. Стоят мужики. Смотрите, что они делают. Честно говоря, так опасно. Вот, кидает шайбу, берется за голову. Значит, не попал. Так выглядит национальная игра Колумбии. Теха. Она существует не менее 450 лет. Считается, что народы Чипча играли в нее в доколумбовый период. Войны бросали золотые диски в яму с расстояния 20 метров. Соревнуясь за право жениться на красавице из другого племени. Когда испанские конкистадоры стали вывозить золото с этих территорий, снаряды для тех, а у индейцев отняли и переплавили на монеты и слитки. Но забрав из игры золото, испанцы привнесли в нее кое-что позажигательнее. Порох. И на сегодняшний день игра немного отличается от первоначальной индейской версии. Бой весной сейчас, мужики. Расскажите, пожалуйста, о правилах игры. Если попадешь сюда, сюда и сюда, и произойдет взрыв, получишь очко. Если попал в центр мишени, получаешь два очка. А если попадаешь в центр и взорвешь пакетик, это три очка. Сейчас покажу. Трехочковый. Такие спецификты возможны благодаря особой конструкции мишени. Вот, друзья, это конвертик. И что там в середине? Это порох? Да, чтобы рвануло. Это ящик. В нем глина. В глину вставлена металлическая труба. Вот ее край, посмотрите, толчиной с палец. Это, собственно, центр мишени. На металл кладется этот пакетик с порохом. В четырех местах. Если вы попадаете в металл, происходит взрыв. Вот, собственно, и все правила. Можно играть. Но внезапно у нас возникли непредвиденные затруднения. Что он хочет? Мы только пришли, начали снимать. Пошел конфликт уже. Мужик пьяный. Ему не нравится, что мы снимаем. А я вам хочу рассказать про игру, которая, в принципе, без алкоголя в этой стране невозможна. То есть все, кто играют, обязательно пьют. Поэтому драки не исключены, конфликты не исключены. Пиво – настолько незаменимая составляющая игры Теха в Колумбии, что пивные компании даже спонсируют чемпионаты. Плохо это или хорошо – судить не нам. А вот общий язык с местными нужно найти обязательно. Девушка, дайте мне ящик пива. Сейчас будет большое примирение. Мужики, пиво всем! Эмпас. Мир. Мир. Вот, все, и все сразу помирились. Может, и вам пивка? Отказаться тут просто невозможно. Оператор не будет? Он с камерой, он не может. Давайте поиграем, а потом ответим. Тогда это мне. Ваше здоровье. Как вас зовут? Синфороза. Ну что, сыграем один-один? А чего ж не сыграть? Для этого идем запасаться снарядами. Ой, елки-палки, стрельба идет. Спорт опасный. Вот мне уже в глаз отлетела искорка. И если видно, вот есть прыщик. Предупреждаю, не зря близкие не подходить. И посмотрите на этот ящик с металлическими шайбами. Есть очень тяжелые. Это килограмма полтора-два. Это чуть полегче. И все пьяные, и все кидают такие шайбы. Елки-палки. Нужно смотреть во все стороны. Вот. Все, я готов. Мужики, а на что играем? Давай на 200 долларов. Не-е-е-е. В реальной жизни вы играете на что? Играем на 10 или 15 бутылок пива. Я уже ящик выставил. То было отдельно, а затеха отдельно. Хорошо, так играем на пиво. Нам уже готовят поле. В принципе, заполнен этот ящик может быть чем угодно. И глиной, и мокрой землей, и пластилином. До скольки очков убираем? 10 пива, 10 очков. Окей. Я начинаю. Молодой человек, отойдите. На всякий случай. Я не буду рисковать. Не хочу убить парня. Отходите, отходите. Мой первый бросок. Я никогда не пробовал. Звук вроде правильный. Но почему-то никто не спешит меня поздравлять. Я попал в ведро. Он попал сюда, а я попал в ведро. И попали оба. Ну как это частенько бывает? Сразу после начала игры начинают всплывать еще какие-то правила. Если три раза попасть просто в глину, тебе начисляется одно победное очко. Получается, треть очка Сифаронзе уже заработал. Теперь я первым бросаю. Вот, я попал хотя бы сюда. Треть очка засчитывается тому, кто ближе к середине попал. Давай мерить. Вот. Второе попадание мне. Хорошо. Итого у Сифаронза уже две трети очка. А у меня пока ноль. Осторожно. Я вообще не попал. У меня уже одно очко. Хорошо. Один ноль. Играем дальше. Уно. Дос. Трес. Попал. Попал. Поберегись. Одно очко. Одно очко. Круто. Я попал. Представляете, взорвалось. Один-один. Один-один. Это вдохновляет. Желаю вам не попасть. Пожелание не сбылось. Сифаронза попал. А вот мне похвастаться пока нечем. Раз. Два. Три. Зато у противника все как по маслу. Он попал в центр круга. И заработал еще два очка. То есть в сумме три. А у меня сколько? Одно. Он попал прямо в центр. Два очка. Пять-один. Уно. Синко-уно. Пять-один. Раз играем на 10 банок пива, пора заказывать первые пять. По нашим правилам, доиграть надо до конца. Ну почему же? Как раз половина очков. Вам лишь бы пить. Идем играть. Идем играть. Я здесь похуже один трезвый. Вот только попадать в цель мне это не помогает. Мимо. Не стрелять. Не стрелять. Здесь страшно пробегать. Летают шайбы. Он попал в центр. Два очка. Итак, 7-1. Да я уже практически победил. Давайте, давайте, давайте. Я не сдаюсь до конца. Погоди, я хочу в туалет. Неудивительно. После пива нормально, да. Я подожду. Вынужденная остановка и состязания продолжаются. 8-1. Смотрите, 8-1, но вы ни разу не взорвали пакет с порохом, а я взорвал. Жаль только, что на результатах игры это не сказывается. 9-1. Всего одно очко отделяет меня от проигрыша. Давайте, вперед. За свою непродолжительную карьеру спортсмена Теха я понял одно. Попадаешь либо часто и скучно, либо редко, но метко. Со взрывами и аплодисментами. И пока мой соперник действует по принципу «тише едешь, дальше будешь», я потихоньку сливаю игру. Тьму остается одно попадание до победы. Давайте. Если он сейчас попадет в поле, а я не попаду, он выиграл. Все. Свинительная комедия. Я проиграл. Пиво. 10 бутылок. Идем. 10 бутылок пива, пожалуйста. И домой сегодня вы, похоже, не попадете уже. После 10 бутылок еще. Я могу выпить еще 50. И ничего мне не будет. Вот такой веселый народ эти добытчики изумрудов. Днем они на берегу реки. Они делают тяжелую работу. Но как они веселятся? Это просто страх. За вашу победу и за мое участие. Салют! Примерно так выглядит день из жизни изумрудного городка. Сегодня он не совсем обычный. Ведь вместе с жителями Муза мы поучаствовали в Баладоре. Уникальном событии, которое раз в месяц дает каждому шанс разбогатеть и полностью изменить свою жизнь. Но в Муза изумруды ищут не только во время Баладоры, но и каждый божий день. В городе знают множество разных способов добыть драгоценные камни. И в следующих выпусках мы покажем, где и как находят изумруды на миллион. Смотрите в следующей программе. Большой куш по-колумбийски. Без копейки в кармане ты через минуту можешь оказаться с миллионом долларов. Куда местные авантюристы отправляются на поиски сокровищ. Уху! Наши первые изумруды будут сегодня добыты. Изнанка профессии, о которой в изумрудном городе мечтает каждый. Ох, я буду это свой дать. Мы испытаем на себе, что такое жить лотереей. Я сегодня играю по-крупному. И узнаем секрет успеха тех, кому удалось сказочно разбогатеть. Мой капитал около миллиона долларов. И это все благодаря изумруду. Чтобы применить его на практике. Ну что, испытаем удачу? А-а-а!